Лидер консервативной партии Великобритании Тереза Мэй официально заняла пост премьер-министра Великобритании. Она стала второй женщиной в истории на этом посту после Маргарет Тэтчер. В правительстве Кэмерона она была министром внутренних дел. Дэвид Кэмерон упаковал свои вещи и с женой Самантой и детьми уже покинул резиденцию премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит-10. Перед тем, как отправиться в Букингемский дворец, где королева Елизавета II подписала его отставку, Кэмерон, занимавший этот пост шесть лет, рассказал об успехах своего правительства и пожелал удачи преемнице на посту и коллеге по партии Терезе Мэй. Я в восторге от того, что во второй раз в истории нашей страны премьер-министром станет женщина и вновь из партии консерваторов. Я думаю, что Тереза будет сильным лидером, и я желаю ей договориться о наилучших условиях выхода Британии из Евросоюза в ходе переговоров. Служение нашей стране на посту премьер-министра в эти шесть лет и на посту лидера моей партии на протяжении 11 лет стало наивысшей частью для меня в жизни. И сейчас, когда мы уезжаем, мое единственное желание, чтобы нашей великой стране, которую я так люблю, сопутствовал успех. Спасибо. Лондонцы уже свыклись с мыслью о том, что глава правительства поменяется. Жители мегаполиса попрощались с экс-премьером и пожелали ему удачи. Я считаю, что Кэмерон проделал замечательную работу. Мы будем очень скучать по нему. Он был примером для всех остальных политиков. Он был хорош. Он много сделал для нас. Много новых законов приняли. Но я с нетерпением жду работу Терезы Мэй. Мне кажется, что она сможет улучшить экономическую ситуацию в Великобритании. Вскоре после традиционной аудиенции у Елизаветы II Тереза Мэй приехала в резиденцию на Даунинг-стрит. Местные СМИ даже посчитали, что между выходом Кэмерона из Букингемского дворца и входом туда Мэй прошло всего 26 секунд. Я только что была в Букингемском дворце, где ее величество королева поручило мне сформировать новое правительство. Я дала согласие. Дэвид Кэмерон, за которым я вступаю на этот путь, доказал, что он был великим современным премьер-министром. «Правительство, которое я возглавлю, будет работать не ради интересов нескольких избранных людей, а ради всех вас. Мы сделаем все возможное, чтобы дать вам больше контроля над своей жизнью. Выбирая политический курс, мы будем думать не о сильных мира сего, а о вас. Принимая новые законы, мы будем прислушиваться не к тем, кто обладает властью, а к вам. Говоря о налогах, мы будем думать не о богатых, а о вас». Тереза Мэй назначила новым министром иностранных дел бывшего мэра Лондона и сторонника Брекзита Бориса Джонсона. Из премьерской резиденции на Даунинг-стрит новоспеченный министр направился на работу во дворец Вайт-Холл. На вопрос журналистов, доволен ли новой должностью, Джонсон ответил. «Я полностью согласен с мнением Терезы Мэй о том, что у нас есть шансы сделать жизнь граждан лучше. И теперь очевидно, у нас есть возможность преуспеть благодаря новым отношениям с Европой и миром. И я очень рад тому, что меня попросили сыграть в этом роль». Кроме этого, Мэй создала пост министра по делам Брекзит. Им стал юрист, член партии консерваторов Дэвид Дэвис. Именно он и будет договариваться об условиях Брекзита. Новым же канцлером казначейства на место ушедшего с этого поста Джорджа Осборна пришел 60-летний Филип Хамонт. Он успел также поработать и министром обороны, транспорта, а также иностранных дел Великобритании. А на место главы МВД, который сама Мэй занимала в течение шести лет, пришла журналистка, специализировавшаяся на финансовых темах и экс-министр энергетики Эмбер Рад. Дамир Галеев, Асимай Сахиб, Ернат Кашкинов, 24КЗ.